Кто, если не я? Таково жизненное кредо Раисы Воронюк. Личности довольно известны не только в Басарабяске, но и на всем юге Молдовы. Начинала она как корреспондент районной газеты. Затем работала в премарии специалистом по проблемам молодежи и спорту. Городскую администрацию тогда возглавляла Людмила Дегтяренко. Она-то и разглядела в этой женщине незаурядный талант организатора и кладезь ценных идей. Знаете, вот я сейчас вспомнила одну ситуацию, когда мне одна подружка, которая потом оказалась неподругой, сказала, что это домашняя клуша. Почему я очень в тот момент увлекалась вязанием, шитьем. Ну вот как-то это были приоритеты в моей жизни. Но потом в моей жизни появилась Людмила Степановна Дегтяренко. Не знаю, это было случайно или не случайно, но она меня настолько зажгла вот этой болью за родной город. Я не знаю, откуда в ней было столько любви к этому городу, но она передалась и мне. Когда спрашивают, что ты делаешь для города, как ты делаешь для города, я в первую очередь вспоминаю этого человека, царствие ей небесное. Тогдашний примар первый поддержала Раису Воронёк в желании создать женскую неправительственную организацию. Людмила Степановна делала все для того, чтобы найти деньги, привезти в город, что-то изменить. И каждый раз, когда я сажусь писать проект, или я когда вылавливаю в интернете программы грантовые, я все время первый вопрос, который у меня возникает, что мы можем сделать с этим проектом для нашего города. 17 успешно реализованных проектов, которые принесли городу около 2 миллионов леев в качестве инвестиций. Таков на сегодняшний день итог деятельности общественного объединения «Женский клуб «Голубка», которое уже 13 лет бессменно возглавляет Раиса Воронёк. Те, кто все эти годы работал с ней рядом, утверждают, этой женщине многое по плечу. Я считаю, что это единственная женщина в городе, которая принесла в этот город очень много проектов, инвестиций. И я считаю, что такого больше человека в этом городе нет, во-первых. А во-вторых, это женщина душа, и первая приходит на помощь. Она сильный человек, она целеустремленный человек, она нас всех как бы тащила за собой. И я благодарна судьбе, что я с ней вот столько лет знакома. Среди членов «Голубки» представителей сильного пола нет. И это вполне логично, ведь организация женская. Но, по словам её председателя, наиболее успешными оказались те инициативы, что были поддержаны мужчинами. Конечно, как бы мы не пыжились и не хорохорились, без мужчин нам никуда. Мы можем генерировать идеи, мы можем находить, ставить цели, находить какие-то пути достижения этих целей. Но без мужчин это делать очень сложно. Большая часть проектов, реализованных под руководством Раисы Воронюк, была направлена на укрепление роли женщины в обществе, на её вовлечение в процесс принятия решений, на формирование активной гражданской позиции у молодого поколения. И останавливаться на достигнутом председатель организации не собирается. Слишком много за эти годы накоплено ценного опыта. А креативных идей и желания воплотить их в жизнь столько, что хватит на десятерых. Но мечтает Раиса Сергеевна о простых и понятных каждому вещах. Просто как женщина я мечтаю, чтобы дети были здоровы, чтобы жизнь у них сложилась. И мои дети, которые уехали из Молдовы, и дети других семей, чтобы они с удовольствием могли вернуться обратно в Молдову и здесь жить возле своих родителей и возле своих корней. Я очень болезненно переживаю тот момент, что вся молодёжь уезжает из города. Как руководитель женской организации живём от проекта к проекту. К сожалению, какие бы мы планы ни строили, наша деятельность во многом зависит от того, какие появляются программы для грантов. Потому что своих средств у нас нету, иногда и кабинет не за что арендовать. Но самое на сегодня болезненное – это довести до конца строительство сквера. И учитывая, какие большие средства туда затрачиваются, я думаю, что мы на верном пути и мы достигнем той цели, которая, когда скажем, что вот сквер готов. Строительство сквера «Любви и добра» – это последний на сегодня проект, который реализуется в городе с женским клубом «Голубка». Его проектная стоимость – около 800 тысяч леев. Завершить благоустройство сквера планируется к октябрю этого года. Координатором и душой данного проекта является Раиса Воронёк – человек, которому не всё равно. Координатором и душой данного проекта